Вы смотрите ННТВ в прямом эфире интерактивный канал День за днём. В студии Оксана Ткаченко и Илья Приходько. Здравствуйте. Ну и давайте по традиции заглянем в календарь. Этот день в истории отмечен двумя знаменательными датами. Во-первых, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова полетела в космос. Ну и когда-то пионерский лагерь Артека, сегодня просто здравительный центр, отмечает свой юбилей 95 лет. Кстати, вы не знаете, у Оксаны до сих пор есть отрывной календарь, поэтому она точно знает, какое сегодня число и что отмечается. А во сколько сегодня Луна взойдёт? Ну, это, впрочем, другая история. Обсудим и другие темы в прямом эфире. День за днём. Поехали. Приветствуем всех, кто сейчас собрался у экранов телевизоров, кто смотрит нас также благодаря интернет-трансляции в нашем официальном сообществе ВКонтакте. День за днём Нижний Новгород. Мы снова с вами и готовы обсуждать новости, делиться темами какими-то, ждать ваших реакций, ваших сообщений. Всё это, как всегда, в программе «День за днём». Сегодня будем говорить на разные темы. Конечно же, пробежимся по жалобам, которые накопились к этому моменту. Посмотрим на то, что происходит в районах области. Также поднимем тему, которая особенно остро звучит со вчерашнего дня. То, что люди пенсионного возраста не смогли проехать в общественном транспорте бесплатно. Ну, как бесплатно? По льготному проездному. Транспортная карта, которая у них имеется, должна была быть пролонгирована, продлена. Но сделать это можно было только в компании «Ситикарты». Там скопились многочасовые, практически многокилометровые очереди. Решена ли проблема к этому моменту, будем выяснять сегодня в нашем эфире. Грустная тема, которую мы также обсудим с экспертом в прямом эфире. Говорят, дескать, контрафактного алкоголя стало гораздо больше на рынке и будет ещё больше. Об этом сигнализируют общественники аж из самой Москвы. Почему такая ситуация сложилась? Есть ли вообще вариант не нарваться на какую-то палёную жидкость, которую продают под видом легального алкоголя? Вот об этом будем с вами тоже говорить. Ну и напоминаем, что, в общем-то, злоупотреблять нельзя. Об этом говорим и мы, и Минздрав, который, как известно, всегда предупреждает. Ну и ещё одна нерадостная история, конечно же, связана со всем этим карантинным периодом. Потому что многие потеряли работу, многие вошли в кредитную историю и сейчас не могут с ней расплатиться. Просрочка по кредитным картам за последние три месяца превышает все мыслимые и немыслимые размеры. Сегодня с экспертами будем выяснять, как из этой истории выйти, как сухим из воды. Сейчас 125 миллиардов должны россияне по всяческим кредитным, возможным и невозможным вот таким ипотекам, долгам, обязательствам. Я даже не могу физически себе представить эту сумму, которую ты называл. Это очень-очень много. Я думаю, что и среднестатистический обыватель тоже не представит. Но у нас есть возможность социологического опроса в официальном сообществе ВКонтакте. Мы давайте узнаем, насколько наши телезрители, наша аудитория закредитована, если можно так сказать. Опрос и три варианта на выбор у нас присутствуют, как всегда. А вы должны кому-нибудь спросили, мы у вас. И вариант первый для голосования, для тех, у кого действительно есть кредит, причем в любом виде. Мы же не стали тут расписывать все. Но кредит, это подразумевается и ипотека, и кредит на автомобиль, и просто кредитная карта, которая должна погасить какие-то именно сегодняшние расходы. Кто-то брал кредитную карту даже для того, чтобы купить продукты питания. Все это считается для первого варианта. Да, кто-то брал кредитную карту, чтобы расплатиться по другим кредитным картам, ну и так далее. Здесь можно продолжать как матрешка бесконечный вариант. Второй, может быть, с банками вы не связываетесь, а вот у друзей, знакомых, родственников в конце концов деньги все-таки занимаете. Ну или не деньги, я не знаю, как у вас там товарно-денежные ваши отношения выглядят. Но тем не менее, второй вариант в нашем опросе ровно для тех, кто предпочитает на личных связях решать свои финансовые проблемы. И вариант третий для тех, кто по большому счету вообще никак не закредитован, никому ничего не должен, но мы его назвали так. Кому должен, всех прощаю. Если вы вообще не приверженец кредитных историй, вы справляетесь только своими силами, то это вариант для вас. Голосуйте, итоги подведем в конце нашей программы. А пока видеодня мы вам предлагаем посмотреть. Мы всегда ищем какие-то видеоролики, которые в интернете появляются или еще где-то, которые по-новому заставляют взглянуть на нашу действительность. Знаете, совсем недавно мы отмечали День России, 12 июня. И в честь этого большого и важного государственного праздника талантовые люди в Нижнем взяли и сделали замечательную видеопродукцию. И есть такой ансамбль у нас в Нижнем Новгороде «Казачий хутор». Не все еще с ним знакомы, но тем не менее, очень талантливые ребята. Мы даже до периода самоизоляции хотели пригласить их сюда в студию. Они были уже согласны для того, чтобы в десятки голосов прогреметь у нас здесь и спеть все свои лучшие песни. Я думаю, что эта мечта обязательно исполнится, наша такая совместная. И мы презентуем их вам в нашей студии. Но тем не менее, пока давайте посмотрим короткое видео, пока все у себя дома. Они спели вот эту композицию для нас с вами. Небо над водой, над рекою белый дым Ходят кони к водопою утром ранним С неба звезды отражаются в воде До полы трава, ой да вся в росте Эх, заберу с собою я землицей гость Пусть она в чужой стране меня спасет Божьи в крае помолюсь Зажгу свечу За Россию, за мою Серьезные ребята, для них скайп, зум и прочие средства связи Это еще и возможность выразиться Как еще в одном месте собрать два десятка с лишним человек? Вот, пожалуйста, в таком виде Полную версию можно найти в интернете Там почти 3,5-4 минуты где-то песня Если хотите, звоните 434-3477 Требуйте полную версию Завтра поставим в эфир Мы вас приглашаем в наше официальное сообщество ВКонтакте Там мы продолжаем собирать ваши обращения Жалобы, наблюдения за жизнью в Нижнем Новгороде и за его пределами Очередная порция информации вашей, народной, самой что ни на есть В нашем эфире прямо сейчас С чего начнем? Первые жалобы начнем Многие ведь пошли отдыхать в минувшую карьеру И увидели, что происходит на Гребном канале Помните, мы практически весь конец 2019 года говорили вам о том, что реконструкция происходит на Гребном канале Что мы ждем, что там что-то изменится И что-то будет вау, потрясающее к следующему пляжному сезону Но, как показали наши телезрители, ничего особо там не изменилось И прислали нам видео Вот сначала текст, который нам написали Что все разломано, дорожки местами сожжены Везде бардак И нужно ли было тратить народные деньги Смотрите, вот эта дорожка, которая, видимо, призвана была в свое время защищать отдыхающих на Гребном канале От того, чтобы не идти мокрыми ногами по песку Вот не вся она уцелела Что-то, как пишет наш телезритель, ушло на дрова для костров и мангалов неподалеку Ну и вообще не особо-то чисто вокруг Местами, вот как это выглядит Дальше, кстати, наш телезритель обращает внимание на вот этот домик Который то ли раздевалка, то ли что Там тоже нужно убраться Ну, в общем, к сожалению, очень часто происходит так Что мы делать-то это все делаем Наслаждаемся красивой картинкой И зиму это часто все не переживает в каком-то нормальном состоянии Почему-то это не убирается, не приводится в какое-то нормативное состояние И видим потом вот такие кадры Кстати, сразу две структуры Буквально накануне провели срез, социологический срез общественного мнения Это общественная палата России И компания ЖКХ контроля Они спросили у россиян, довольны ли они тем благоустройством, которое проводится в их городах И знаете, какой результат получили? 73% россиян, я считаю, что это подавляющее большинство, две трети Сказали, что нет, качеством недовольны Я думаю, что здесь должна быть уже проделана большая работа По разбирательству с тем благоустройством, которое было проделано И выявите ошибки, которые есть, чтобы не делать их в будущем Ну, а пока мы к другим жалобам переходим от нашей телезрительницы Я понимаю, видео пришло в наше официальное сообщество ВКонтакте Автозавод, стройка ЖК Торпеда Оставляем мы орфографию, пунктуацию, как это нам, собственно, и пришло в нашу интернет-группу Вот стройка идет круглосуточная Ночной шум не дает людям спать Ну, что говорить? Давайте посмотрим и послушаем Это действительно запись сделана ночью Время час ночи Это ведется стройка ЖК Торпеда На улице жара Не приходится открывать как локна Но спать невозможно из-за этого ужасного шума По ночам работает кран Они здесь работают круглосуточно Время час ночи Время час ночи Мелодично, прекрасно, звуки работающей стройки Это отдельная история Правда, подписчики ВКонтакте разделились на две группы Одни встали на сторону телезрительницы И говорят, что действительно невозможно она что-то делать Обращаться в полицию, Роспотребнадзор Но была и другая группа, которая сказала Ну что вы хотите, это всяко лучше, чем долгострой По которому бегают дольщики Пусть лучше пошумят, потерпеть несколько месяцев Но зато потом рядом будет уже законченный дом Нет, ребята, дом за один день и за неделю не строится Поэтому нельзя потерпеть Я думаю, соответствующие структуры должны принять какие-то меры Но как минимум по строительным нормам Строительный кран ночью работать не должен Потому что это нарушает все мыслимые и немыслимые правила Но и люди по ночам все-таки должны спать Даже соседи после 23.00 шуметь не должны Не только листройка Следующее обращение от нашего телезрителя поэтическое Я бы его даже зачитал с неким таким придыханием Смотрим на экран и читаем то, что нам написал человек А это двор дома 96 по улице Березовской Район Канавинский, как я понимаю Нет, это район Московский С 90-х годов эта дорога не знала ремонта Она не видела ни губернаторов, ни мэров Она надеялась и верила депутатам, выступавшим в этом дворе Но после избрания эти, обещавшие много чего Забывали о своих обещаниях На фото видна арка За этой аркой стоит здание администрации Московского района Как вы думаете, за столько лет можно было перешагнуть через стыд И сделать, наконец, дорогу? Ну, шутки шутками, на самом деле крик души, как говорится Но во многих, к сожалению, дворах такая картина наблюдается Но если здесь, как пишет телезритель Ни один десяток лет ничего не происходило Кандидаты в депутаты городской думы по этому округу Напомню, Березовская 96 Сделайте выводы, если вы как-то поспособствуете тому, чтобы дорога была отремонтирована Я думаю, что жители всего этого дома проголосуют именно за вас Предвыборная кампания будет сделана Я сделаю вам дорогу, жители Московского района Но ты даже не кандидат Я совсем не кандидат, у меня другая работа и занимаюсь я другим Мы идем далее У нас прямо сейчас новости из районов Нижегородской области Чем живет Нижегородская губерния? О чем пишут местные средства массовой информации? Мы вам с удовольствием об этом рассказываем изо дня в день Итак, с Дивеева давайте начнем Дивеев у нас не сходит с информационных полос в последнее время А все почему? Потому что... Нижегородское правительство объявило о том, что готовится к торжествам в Дивеевском монастыре Напомним, проходят торжества в конце июля, в начале августа И этот год не будет исключением Такое решение уже принято И уже на торги выставлены определенные вещи, которые должны быть сделаны к этому моменту Чтобы все паломники, которые приедут на торжества в Дивеевский монастырь Были обеспечены всем необходимым Да, Дивеевские торжества очевидно ждутся с 27 июля и до 1-2 августа нынешнего года Как всегда, я думаю, по сложившейся традиции телекомпании на НТВ Покажет Дивеевские торжества в прямом эфире Посмотрим, как все будет проходить Самое главное, чтобы карантинная ситуация позволила сделать это в полном объеме Чтобы и паломники приехали здоровыми, и уехали здоровыми И жители Дивеева также остались живы-здоровы, не заболели Вот это еще самое главное Не забывайте о средствах индивидуальной защиты Если планируете отправиться в Дивеево О масках, перчатках и так далее Идем далее Отправляемся уже в северную часть Нижегородской губернии Шаранга Мы решили заглянуть в этот уголок Они там радуются, и мы за них радуемся Что Заречный парк преображается Продолжаются работы по очистке парка Вот все-таки мне нравится Чиновничий язык Работы по очистке парка от древесной порсли Как можно было бы переформулировать? Вырублены деревья и кустарники, как минимум Производится вырубка кустарников, уборка и распиловка старых деревьев Распиловка? Обкоз территории Обкоз, ага Распиловка, обкоз, что это за слова? Я не знаю, где они в русском языке присутствуют Такого не существует Но все работы выполняются силами сотрудников районной администрации Центра занятости населения, отделов культуры, образования, библиотеки Тут все нормально Вот распиловка, обкоз, тут что-то не то Ребята, не надо так, пожалуйста Самое главное, что заречный парк благоустраивается И люди смогут там гулять Давайте перейдем к следующему К Сокольскому, что происходит в Сокольском районе А там красота-то какая Посмотрите на фотографии, которые размещены в местном средстве массовой информации И радостная новость 15 июня на дня к берегам Сокольского причалил Валдай Не исключено, что в ближайшей перспективе и в Сокольской станет курсировать судно на подводных крыльях нового поколения Сегодня по инициативе губернатора прорабатывается вопрос по восстановлению речного движения по Волге 434-3477, телефон прямого эфира Есть от вас, телезрители, к нам обращение Мы по ходу движения постараемся к ним обратиться И ответить на ваше обращение Насколько владеем информацией А мы перейдем дальше, я думаю, у нас первая тема От заголовка к первой теме двигаемся Транспортная тема у нас на повестке дня Вы знаете, накануне Нижний Новгород Все соцсети, все средства массовой информации Были взорваны вот этими фотографиями, видеозаписями Длинная очередь из пассажиров потенциальных, пожилого возраста, из льготников Образовались в Нижнем Новгороде во всех практически пунктах компаний Ситикарт Перед этим была и прелюдия, которую мы с тобой лично наблюдали в общественном транспорте Когда мы видели, что пенсионеры подходили к кондуктору и спрашивали Почему наши транспортные карты не работают Ведь вроде бы их вернули в действие Кондуктор терпеливо объяснял каждому человеку, каждому пассажиру, что нужно сделать Но тем не менее вопросов было много Почему изначально в средствах массовой информации этот вопрос не был объяснен популярно Чтобы мы, журналисты, могли всех донести Это непонятно, это остается под вопросом Именно, кстати, поэтому от незнания, от неинформированности Появились очереди накануне около Ситикарда Это та компания, которая должна продлить транспортные карты Давайте посмотрим, что там происходило Это очередь у офиса Ситикарт в советском районе Места здесь люди начали занимать еще рано утром К обеду мало что изменилось Внутрь посчастливилось попасть немногим Стоим с 8 утра, вот такая очередь была Вы давно уже сами стоите? Давно, больше часа Почему-то заблокировали без нашего участия А разблокировать приходи сам Такая же картина и у другого пункта обслуживания в Ленинском районе При том, что многие стоят в масках, никакой дистанции все равно не соблюдается Просто я вчера проехала и заплатила деньги Туда 30, обратно 30, да? А у меня половина на аптеку работаю К решению проблемы подключается региональный Минтранс Тут же открываются дополнительные кассы А толпу разделяют на несколько очередей Как выясняется, многие обращаются в офисы не только за тем, чтобы разблокировать карты На данном пункте у нас работает 5 операторов Которые одновременно продлевают карты Четыре находятся в зале И один работал на улице Но с учетом того, что один работает на улице И готов там сиюминутно и сиюминутно разблокировать карту К нему не хотят обращаться Потому что, повторюсь, опять же, есть вопросы Которые нужно задать в пункте выдачи Это пополнение карты, покупка новой карты По словам представителей компании Ситикард Которые также приехали на место Обладателей льготных транспортных карт В Нижнем Новгороде больше полумиллиона И большинство отправились разблокировать карты практически одновременно Понятно, что у многих пожилых людей Смартфонов, с помощью которых это можно сделать дистанционно, просто нет Но в Ситикарде называют и другие способы активировать электронный проездной Второй вариант дистанционный Это устройство проверки баланса и записи отложенного пополнения В Нижегородском метрополитене Когда число обращений к нам в офисы превышает стандартную норму в тысячу раз Вот это, к сожалению, происходит В ближайшее время проблема с очередями у пунктов обслуживания Ситикард Должна быть решена Ситуация на контроле у регионального Минтранца Ну и мы сейчас давайте узнаем, как вот по состоянию на сегодняшний день На эти часы ситуация Разрулилась она, не разрулилась Стоит ли ожидать чего-то такого повторного Об этом мы и поговорим в прямом эфире С нами на связи исполняющий обязанности замглавы Нижегородского Минтранса Артем Бафанов Артем, добрый день Здравствуйте Добрый день Мы хотели бы у вас узнать из первых уст, что происходит сейчас Вот урегулировалось ли вот такое недопонимание Между пользователями транспортных карт и компанией Ситикард Есть ли очереди на данный момент? На данный момент очередей нет Сегодня лично объезжал все пункты выдачи транспортных карт Вчера, да, факт подтверждаю Было скопление людей И тоже в течение часа урегулировали эту ситуацию О проблемах, которые возникли Наверное, стоит акцентировать внимание Прежде всего, это недостаточно сорганизовано сотрудниками Ситикарда Процесса по разблокировке карт По рассредоточению очередей, которые были в пунктах выдачи Действительно, приходилось вручную разводить людей И выполнять социальную дистанцию, которая предписана Роспотребнадзору Но с этой ситуацией действительно удалось справиться и ее преодолеть Не хотелось бы, конечно, вот таким путем реализовывать ее Но на сегодняшний день, повторюсь еще раз, ее удалось урегулировать Проблема связана с чем? Что те транспортные карты, которые были на определенное количество поездок У них снято ограничение в три месяца Из-за того, что они были заблокированы И это действительно большой шаг навстречу жителей Навстречу пенсионеров Что у многих те поездки, которые были не использованы, они сгорали И в любом случае, для того, чтобы перезаписать этот новый тариф годовой Им пришлось бы обратиться в пункт выдачи И провести эту операцию И одномоментно они не собрались бы в пунктах выдачи Если бы не было режима повышенной опасности и готовности в этот момент А так вышло, что сняли ограничения И все решили воспользоваться своим правом И все пришли в пунктах выдачи Хотя нет такой необходимости Сам общался с пенсионерами Спрашиваю, есть ли такая сейчас горячая необходимость У вас разблокировать транспортную карту Какой у вас вопрос Многие просто как акцию хотят разблокировать И в срок действия ее увеличить Хотя нет необходимости куда-то ехать Одна треть жителей, которые стояли в очереди Сопутствующие вопросы Пополнить карту Хотя у нас в метро пополнение есть Но почему-то не пользуются этим ресурсом Наши телезрители сейчас смотрят нашу программу и комментируют Обращать внимание на несколько моментов Один из них, возможно, справедливо Не хватало информирования в автобусах Не хватало каких-то инструкций Объявлений, может быть, для тех, кто перемещается Потому что действительно информации не хватало И так же, как и в средствах массовой информации Почему-то это не разъясняли Вот то, о чем я говорила вначале Почему тогда не прозвучало это вслух через СМИ О том, как это можно было сделать Чтобы не массово в один день пришли все, кто должен Нижегородцы даже предлагали наряду с объявлением остановок Еще информеры пустить в автобусах Чтобы разъяснять всю эту ситуацию Вот об этом люди говорят Нет, это действительно может быть резонное замечание И пожелание Но в свою очередь хочу сказать следующее Что все решения по смягчению режима И каких-то шагов навстречу в части послаблений Они все принимаются с трудом И очень долго выверяются И решение по снятию ограничения было принято накануне И в этот же день у нас есть Помимо официальных источников информирования Перевозчиков Так же и неофициальные В соцсетях, группах Где есть и сотрудники органов исполнительной власти Перевозчика Там массирована была дана информация В части разблокировки карт Для того, чтобы она была доведена до населения Был разработан макет Который необходимо было разместить В подвижном составе И в этот же день Пресс-служба правительства подготовила Достаточно подробный релиз Который в настоящее время Дублируется во всех средствах массовой информации С инструкцией Как происходит разблокирование транспортных карт С какими техническими средствами можно воспользоваться Потому что действительно На сегодняшний день у нас есть Помимо очных И дистанционные формы Разблокирования карты Самый простой Это смартфон С системой Android Сам лично наблюдал В пунктах выдачи Когда мы привлекли сегодня уже волонтеров Где-то порядка 4-5 человек У нас работало Со своими смартфонами И проходили По стоящим в очереди И сразу им автоматически В течение порядка 15 секунд Снимали блокировку Переписывали им новый тариф И Житель города довольный уходил Помощь волонтеров Действительно здесь Важная история Была необходима Потому что не у каждого пенсионера Есть смартфон Даже у моих родителей И кнопочный телефон И там нет никаких приложений Что само собой разумеется И кажется Артем А вам в очереди тоже Вчера пенсионер тоже говорил Что да у меня просто кнопочный телефон Естественно Я не могу никаким приложением воспользоваться Ну да Действительно Пообщался Было такое Я сам это понимаю И слава богу Что и у меня И бабушка И дедушка Есть И у них У самих кнопочный телефон Да 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 Но здесь я Им уже на помощь прихожу И с помощью там Своего смартфона И своих средств коммуникации Снимаю эту блокировку И активирую им карты И как раз Вот возвращаясь к вопросу Достаточности информирования Здесь и встает вопрос О доступности Тех источников коммуникации Которыми пользуются пенсионеры То есть в основном Релизы и средства массовой информации Сейчас они в электронном виде В печатном виде Ну Уходит какое-то время На их изготовление И когда они до них дойдут Уже пройдет время Но сегодня мы Совместно с городом И плюс на умных остановках Размещаем данные Информационные материалы И сегодня-завтра Они уже там появятся Прекрасно Хорошо Спасибо за комментарий В эфире Исполняющий обязанности Замглавы Нижегородского Минтранса Артем Бафанов Был с нами на связи Если есть у вас пожилые родственники Или если вы нуждаетесь В помощи своих Молодых родственников Обратитесь за этой помощью Действительно есть приложение Которое вам облегчит жизнь Не нужно будет никуда идти Можно будет дома Все сделать Все необходимые Вот эти процедуры Из-за которых люди Обращаются в сети Если опять же Есть смартфон Опять же Не каждый пожилой человек Владеет этим средством Не знаю связи Так или иначе А еще другая сторона Очень часто Жилые люди Почему-то стесняются Обращаться Не знаю К детям Ко внукам С просьбой помочь В прямом эфире программа День за днем Мы буквально живые комментарии Собираем И для вас их презентуем В течение всего эфира Поэтому у нас иногда И попытки связи могут срываться И иногда что-то может переходить В прямом эфире 434-3477 Это телефон прямого эфира Когда можно дозвониться Задать вопрос Мы постараемся найти на него ответ Если знаем в прямом эфире Если не знаем То перенесем на следующий эфир Давай вот из тех вопросов Которые уже прозвучали На данный момент Ну во-первых Есть сигнал от Нины Леонидовны Станция Суроватиха Дальний Константиновский район У нас дорога в безобразном состоянии Никто ремонтом не занимается Просит помощи Оттуда наши телезрители Такой сигнал И от Риммы Петровны Есть звонок Сейчас нам в эфир Сын в Подмосковье Может ли он сейчас приехать В Нижний Новгород Беспрепятственно Вот такой вопрос Но здесь очень тонкий вопрос По последней информации Что может беспрепятственно Его не отправят на 2 недели Куда-то в карантин И в самоизоляцию Единственное что Должен быть необходимый документ О том что Тест на ковид у него отрицательный Вот при въезде Обязательно спросят И если такой документ Как подтверждение будет То он может беспрепятственно И имейте пожалуйста ввиду Что тест на ковид Ну вот это такая Общепринятая история Трое суток Считается результат Его применимым Действительным Да То есть если этот Тест будет сделан Раньше чем за трое суток Как человек отправится В Нижегородскую область То могут возникнуть вопросы К результату Что что-то за это время Может поменяться Ну вот надеемся Что ответили на ваш вопрос Ну а мы идем далее Тогда наверное Переключимся на следующую тему Грустная тема Друзья Ну вот грустно Правда грустно Росстат сообщил нам О том что почти Весь проверенный В первом квартале Алкоголь В России Почти весь Вы задумаетесь Производился Продавался нелегально Об этом сегодня Написали все средства Массовой информации Действительно Роскачество подтверждает Что вот такая Плохая статистика У нас есть Я даже не представляю У меня в голове не укладывается Что весь алкоголь Который Роскачество Проверил Действительно Весь Ну не то что контрафакт Но он просто не соответствует Действительности Где-то с акцизными марками Что-то не так Где-то качество алкоголя Оставляет желать лучшего В общем все плохо Эксперты еще и говорят Что это только начало Это только первый квартал Этого года Во втором квартале Итоги будут еще более печальными Хотя куда печальнее Когда и так уже Все не так как должно быть Вот извините меня Я не понимаю Как в нашей стране Которая приняла Столько всевозможных Ограничительных каких-то мер Я не знаю Куча маркировок Акциз Куар-коды Берешь бутылку например Все да Что-то запечатано Какие-то цифры Все проверено Как вот с такой системой Контроля Дорогой я так подозреваю Вообще может какой-то Неликвид оказаться На полке в магазине Ну где-то за углом У бабы Глаши Я понимаю Даже легко может оказаться И у нас Давайте посмотрим Небольшой короткий материал Что полицейские Изъяли и в Нижнем Новгороде 90 литров Незаконного Такого произведенного спирта Что происходило Прямо сейчас в нашем сюжете Полицейские обнаружили магазин Где Нижегородка Продавала контрафактный алкоголь Естественно без каких-либо Документов и разрешений Самое интересное Что там же в магазине Женщина и производила Незаконную продукцию Из магазинчика На проспекте Кирова Полицейские изъяли Почти 100 литров спиртного Там же обнаружили пробки Пустую тару И два механических устройства Для укупорки бутылок Укупорка бутылок Какое интересное выражение И такая тенденция Это не единичный случай Действительно есть тенденция Когда практически из недели в неделю Доблестные сотрудники полиции Находят такие точки Мы покажем чуть позже Еще один материал наших коллег А пока с нами на связи Руководитель федерального проекта Трезвая Россия Султан Хамзаев Султан, добрый день Нижний Новгород Вас приветствует Приветствуем Султан Член общественной палаты Еще напоминаем Российской Федерации Султан Вот не понимаем У нас очень жесткое Последнее время Алкогольное законодательство Реально жесткое То есть все что угодно Но тем не менее У нас новость о том Что нелегального Контрафактного алкоголя Становится больше Все равно при алкоголе Да вообще нет алкоголя Который бы соответствовал качеству Где логика Зачем мы тогда принимаем Все эти драконовские Какие-то законы Если в итоге Мы опять нелегальщину Ловим на прилавках Вы знаете Я для начала сказал Что в России Одно из самых мягких И либеральных законодательств В сфере ответственности За продажу Контрафактного алкоголя Это первое Второе Когда мы говорим Про долю И объемы Продажи Контрафактного алкоголя К сожалению Эта доля Сегодня занимает Примерно около 70% От общего рынка В зависимости от региона Я имею ввиду Есть регионы Я считаю Что где доля Доходит И до 100% В том числе И здесь вопрос Наверное Самый главный И самый правильный А зачем нам Вообще Тогда регулятор Под названием Росалкоголь Регулирование Который Не просто Не справляется Одно из двух Или они Целенаправленно Ведут такую Коррупционную работу Потому что Когда мы видим Что за 10 лет Ситуация Только усугубилась Вне зависимости От реакции И общественности И президента В том числе Эти ребята Не умеют работать Здесь конечно Нам нужно вопрос Поднимать Более Мне кажется Кардинально И более качественно Для защиты здоровья Наших граждан Это первое Второе Когда мы говорим Про контрафакт Вы понимаете Сегодня доля Ответственности Тех кто продают Нелегальную Алкогольную продукцию Она очень мизерная Это маленькие Микро штрафы Никакой уголовной Ответственности Практически нету Поэтому Так называемых Бизнесменов А в частности Это мошенники Ничего не отпугивает Они понимают Ну заплатим мы там 5-20 тысяч рублей Штраф Ну и все будет нормально А дальше будем Зарабатывать свои Огромные доходы За счет здоровья Наших граждан И здесь конечно же Принципиально И важно Нужно говорить о том Что должны быть Более карательные Нормы ответственности Для мошенников Продающих Контрафакт Алкогольную продукцию Вот я вам приведу Маленький такой Эксперимент Который может провести Любой наш Зритель Если вы пойдете В магазин Вот При покупке Алкогольной продукции Просто задайте Сами себе вопрос Сколько из нас Более внимательно Вчитывается В акцизную марку Я уверен Даже по тому вопросу Который делаем мы Из 10-9 Никогда в жизни Не читают акцизную марку А на акцизных марках Вот этих поддельных Сразу можно обратить внимание И понять Это подделка или нет Когда пишут Не является акцизной маркой Второй Это зеркальные акцизные марки И многие другие действия А это уже есть Контрафакт Вы понимаете Здесь нельзя путать Контрафакт Но алкогольную продукцию Суррогатная Суррогат Это моментальный яд Который может довести До летального исхода Ежесекундно Контрафакт Он внешне напоминает Легальную алкогольную продукцию Но это кража налогов Это кража акцизов И да Он тоже Смертельно опасен И здесь конечно же Нужно более внимательное Более качественно работать С точки зрения Антиалкогольной политики В стране В первую очередь Во главе у вла Ставить именно вопрос Защиты здоровья граждан Султан Можем мы Какой-то такой Момент Использовать цену Что вот Если стоит Алкогольная продукция Столько-то То это качественный алкоголь А если это ниже Этой стоимости То это однозначно Контрафактная продукция Или это тоже не показатель Вы знаете Есть Да Есть Минимальная цена На водку Есть минимальная цена На вино И так далее На водку Это примерно 250 рублей 220 рублей Если водка Стоит 100 рублей Конечно понятно Потому что это Контрафакт И скорее всего Конечно же Это суррогат Это мне кажется Очевидно Потому что По ценообразованию Изготовления Той или иной продукции Она просто Не может стоить Столько денег При выплате всех Налогов и акцизов Это первое Второе Я советую Использовать Конечно Хоть какие-то Уже известные методы Как правильно Определить суррогатную Контрафакт На алкогольную продукцию Если мы говорим Про акцизные марки Нужно внимательно читать Чтобы там не было Написано Что это фантик А не акцизная марка И еще использовать Там есть приложение Антиконтрафакт У того же Ростовое регулирование Которое Хотя бы С какой-то долей Микро Маленькой долей Вероятностью Может вам показать Эта нелегальная Или легальная Алкогольная продукция Ну а если про вино Говорить Например То есть старый Дедовский способ Можно соответственно Налить в какую-нибудь Емкость Теплую воду И просто налить В рюмку вино И отпустить И вы поймете Если жидкость Выплывет И соответственно Покрасит всю воду Красным цветом Если это красное вино То это подделка Потому что Плотность вина Больше чем плотность воды И она по идее Должна застаться в стакане Таких способов много Они разные А вообще я рекомендую Не пить алкогольную продукцию Заниматься спортом И своим здоровьем Да Султан С вами согласны Наши нижегородские телезрители Спасибо Спасибо за этот комментарий В прямом эфире Лайфхак От Султана Хамзаева По определению Будешь пробовать? Вино Или лайфхак пробовать? Или боишься разочароваться В том что продается У нас в Нижегородском Невозможно пить то что продается В наших магазинах Достаточно выехать Один раз за границу И купить там бутылку Самого дешевого вина На порядок будет вкуснее Самое главное дешевле Один вопрос Чем нас травят И когда это закончится Хотя цены совсем не маленькие Ну и дальше человек пишет Что на самом деле Ни разу не фанат алкоголя Просто за державу обидно Вот такой есть Когда это закончится Это вопрос риторический И открытый Потому что мы сейчас Увидим материал наших коллег С улицы Толоконцевская Где подпольную точку По продаже спиртного Закрыли полицейские Эту точку содержал Молодой человек Нижегородец 1984 года рождения Достаточно молодой Но вот видите Какой активный Активный предприниматель И его ловят полицейские Вот на этом производстве Подпольной продукции Уже далеко не в первый раз То есть вот на самом деле О чем говорил Султан Хамзаев Что очень низкие Штрафные санкции Очень мягкое законодательство Это происходит Из раз в раз Ну давайте еще раз Стреливать будем Расстреливать никого не нужно А ужесточать законодательство Необходимо Давайте посмотрим Как в последний раз Проходила проверка Вот очередной торговой точки Подпольную точку По продаже спиртного Закрыли полицейские База располагалась В переулке Толоконцевском И найти ее было не так просто Видимо о существовании Этого так называемого Магазина Знали немногие Точка работала с самого утра До позднего вечера Помещение грязное Захламленное Больше похожее на сарай Внутри горы Будто уже использованных Бутылок от алкоголя И канистр То ли с водой То ли со спиртом Есть вероятность Что разливался алкоголь В этом же помещении Владельцем базы Оказался Нижегородец 1984 года рождения Ранее он неоднократно Привлекался к административной Ответственности За незаконную розничную Продажу алкоголя В этот раз Возбуждено Уголовное дело Оксана в подводке К этому сюжету Сказала что Последний раз Проходило накрытие Этой точки Я вот смотрю И понимаю что Наверное не последний А правильнее в этом случае Говорить крайний раз Следующая тема Прямо сейчас в нашем эфире Оксана Ткаченко Пока ушла отбивка Подсказала что Крайний может быть Только изба в деревне Это филологи Поправляют друг друга И каждый считает По своему правильным Вариант И однажды Когда я стояла в очереди И кто-то спросил Кто крайний В этой очереди Одна женщина Решила Как-то скорректировать Вот эту формулировку И сказала что Крайний бывает Только изба в деревне Нужно было учить Русский язык в школе Поэтому я решила Тебя подколоть Двух минут Установила очередной рекорд Какие цифры Хотел бы посмотреть Как собираются коллекторы И считают деньги Но это так Из разряда факультативного А мы попытаемся Эту тему как-то раскрыть С точки зрения Что нам делать И сделаем это Наверное Вместе с нашим экспертом С нами на видеосвязь Выходит руководитель Общественной организации России без долгов Денис Калугин Денис Добрый день Доброго дня Все плохо Мы в общем-то Подошли к финальной черте Такой долговой яме все Сколько можно еще Накапливать долгов Вот уже по кредитным картам Накопили 155 миллиардов Дальше то что Периодически возникает Впечатление Что это бесконечный Процесс совершенно При этом Иногда некоторые эксперты Даже говорят о том Что Вот у вас там Кризисные проявления Да Есть проблемы Берите еще Кредиты Для того чтобы закрыть Прошлые просрочки Представьте себе Вот А по сути По сути Мы же с вами опять Возвращаемся к тому Что Кредит Это попытка Сделать свою жизнь Немножко красивей Да В системе экономики Потребления Так или иначе Хочется купить себе Новую машинку Починить там дом Не знаю Купить новую Стиральную машинку Телефон стрёмный У кого-то может быть Да Все что угодно Да То есть Попытки улучшить Свою жизнь За счет чужих То есть Заемных средств Они к хорошему Приводят очень редко Прочтение кредитного договора Ознакомление с условиями С процентами С ответственностью Это же тоже Большая редкость Поэтому Вот как Микрофинансовые организации Всегда выступали В качестве Скажем так Продавцов Как вам сказать И быстрой иллюзии Денег Да Так и собственно И кредитные организации То есть банки Сейчас в том числе Хотя они на 66% В текущий момент Уже сократили Выдачу кредитов Как потребительских Так и пластиковых карт То есть они уже Достаточно серьезно Подходят к платежеспособности Своих потенциальных клиентов А что делать А тех да Кто уже Может быть это как-то спасет ситуацию Ну это да Прекратить это может быть давно Надо было А вот те кто уже сейчас сидит У него вот веер Да Кредитных карт Я не знаю Там ему звонят И без долгами Что этим людям сейчас делать Ну может даже Понятно что объявлять банкротом Я не знаю какие варианты Ну во-первых Есть закон о кредитных каникулах Спешно принятый Да 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 В соответствии с ним Можно Искать пути выхода И в течение там по-моему Пяти дней Если мне не изменяет память Самое главное Правильно подать документы Банк уже принимает решение О том предоставлять кредитные каникулы Или нет Есть реструктуризация Те кто Допустим уже Находятся в просрочке И за ними там Ну грубое слово Охотятся То есть уже ведут диалог С коллекторами У коллекторских агентств Даже есть программы По реструктуризации По прощению долгов Договариваться нужно Договариваться можно Но самое главное Это помнить о том Что есть Во-первых Обязательства Во-вторых Есть ответственность определенная И в-третьих Желательно все-таки Не накапливать финансовую пирамиду То есть как можно меньше Искать выхода Из финансовой кабалы В новых кредитных продуктах Денис Как вы думаете Когда-нибудь Ваша общественная организация Закроется И Россия Останется без долгов? Навряд ли Навряд ли Пессимистично Не знаю Насколько это Из банка приколов Или это Реальная составляющая проповеди Да Но тем не менее Он обратился к верующим И рассказал анекдот Почему не нужно Брать ничего В долг и в кредит Давайте посмотрим вместе И сделаем определенные выводы Пришел человек Занимать Восточный банк С восточными Так сказать Законами Брать кредит Вот Говорит А сколько вам надо? Сто тысяч А Менеджер подзывает Кассиршу Говорит Выдайте ему сто тысяч Вот Он говорит Ну хорошо Говорит Где-то надо Надо расписаться Паспорт Да не Ничего не надо Не понял Ни роспись Ни паспорта Не надо Да не Не надо Так сказать А если я не отдам И не верну Ну как вы не вернете Как вы не отдадите Но вам стыдно будет тогда Чего? Стыдно тогда будет Перед кем? Перед Господом Богом Это когда это не будет стыдно перед ней? Ну когда Предстанете Тогда и стыдно будет Предстанете А когда я предстану? Десятого числа не отдадите Одиннадцатого предстанете Ну а сейчас подведем итоги нашего интерактивного голосования Вы в течение этого эфирного часа Голосовали в нашей группе ВКонтакте И мы пытались выяснить рез нашего телезрителя Должен ли он кому-нибудь Из трех вариантов давай Какой вариант лидирует? Как не поверить все-таки Я переживаю этот случай Итак Самый популярный вариант сейчас У меня кредит ипотека 64% голосующих выбрали этот вариант Вариант лидер Когда мы понимаем Что действительно закредитованность Населения очень-очень высокая Нормально так Для нашей даже выборки Дальше каждый пятый говорит Что да занимал Но у друзей и родственников И лишь 15% голосуют за вариант Что ничего никому не должно А кому должны Тем прощают Или просто постеснялись признаться В этом на самом деле Может быть мы занимали денег У кого 500 рублей У кого 300 Есть такие люди И не спешат эти деньги отдавать Таков сегодняшний итог нашей сегодняшней программы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok